друзья привет всем жека с вами сегодня буду делать одну из самых безрассудных вещей в своей жизни а я буду покупать iphone не конечно более тупо это когда ты идешь и покупаешь место в очереди в магазин чтоб купить там iphone но такое счастье в это раз в год но сегодня я буду не просто покупать iphone а покупать его в даркнете сейчас не будет затирания том что такое даркнет вот с мрачной рожей с нагнетающей музычкой как это пол ютуба делает я скажу лишь только то что в даркнет с обычного браузера просто так ты не попадешь интересно да как это работает ты можешь даркнете почитать на википедии но тут же перейти туда на один из его сайтов нельзя и сейчас мы перейдем сразу к делу отправимся в даркнет заказывать айфон о привет руторчик давно не виделись 29 ноября была вечная блокировка в россии так чё у нас в этом магазине кокаин мдма спиды блин у сколько дерьма ребята я вам крайне не рекомендую что-либо здесь покупать потому что покупка продажа хранение пользование все это у нас стране сажают о господи сколько наркотиков оружие есть по-любому это нам надо айфончик найти а не какую-то херню айфоны с взломанным айклаудом отлично так смотри-ка айфоны xs 41 сделка была 17 отзывов так вот смотрите 512 гигов xs 990 долларов 256 гигов 830 самое дешевое 64 гигабайта это 675 долларов айфон store айфоны xs 8 8 плюс xr по специальному прайсу это точно работают кардеры они тырят где-то карточки подарочные карты баланс из банковских карт переводят на в какой-то там магазин соответствуюсь совершая там какую-то покупку вот айфон допустим в apple store покупать с этой ворованной карты отправляет его тебе в россии пиздит где-то там в нью-йорке покупает где-нибудь на другом конце страны где-нибудь в орландо а отправляет тебе вообще в россию ты соответственно платишь этому человеку биткоинами а он через магазин получается обналичивает свои деньги понимаете какая схема да о о вот прайс очень интересно прям целый прайс xs за 500 баксов так а может что-то подешевле взять о самый дешевый вариант iphone 7 128 гигабайт 189 долларов iphone xs 64 гигабайта 500 долларов это 33 096 рублей 22 копейки дешево очень дешево но блин это такой риск ты просто вот берешь деньги вот биткоин прям вот здесь сходу оплачиваешь и все я не знаю возьму я что-то или не возьму а вот смотрите что у нас есть посылочки с даркнета дип веб мистери бокс sc on youtube ниже приведена таблица вероятно вероятности того что определенные предметы будут в вашей тайной коробке мистери бокс с мистери бокс м мистери бокс эль и здоровый xl смотри с дип веб стафом даже есть visa repair карт рандом гав карт палладиумный слиток 5 унс мистери бокс может заказать а хотите поставьте лайки так какие цены вот 3499 долларов ответ 230 2124 рубля 71 копейка ведь отдав эти деньги ты даже не знаешь что придет ну хоть кто-то вам вот показал где и как все это выглядит да конечно показывать вам конкретно где как и у кого вот именно я покупал я конечно же не буду ибо покупать в даркнете я вам крайне не рекомендую потому что там стопроцентная предоплата и абсолютно никаких гарантий нет из-за продавцов которых я покупал я абсолютно никак не ручаюсь я заплатил 0,059 биткойна или 199 долларов в рублях это будет всего где-то 12-13 тысяч скажу вам сразу биткойн кошелек на вебмане лучше никогда не заводите у них там просто адские зверские конские комиссии я вот реально пожалел то что связался с этим заведите себе лучше нормальный независимый кошель его хотя бы вебмане отслеживать не будут и комиссии свои конские драки вскоре мне на почту которую я указал при заказе пришло сообщение с трек-номером посылочка же пришла ко мне в город на четвертую неделю и я отправился ее забирать на почту знаете ребята с какой фигней мне сейчас пришлось столкнуться когда я оформлял эту посылку в даркнете я оформлял конечно же не на свой адрес а оформлял ее на адрес компании в которой раньше работал то есть я там написал адрес где она находится название офис имя фамилию оказал свои получающего человека казалось бы все я просто сейчас могу вот прийти и все и получить ее ни хрена чтобы мне получить эту посылку мне оказывается надо доверенность от своей этой вот старой работы бывшей конторы принести а так их не дают то есть соответственно мне сейчас надо пойти к новому директору который там работает и у него был попросить эту доверенность и рассказать какого хрена заказыванный их адрес посылочки себе и потом же только я смогу получить педаль на ребятки почему так плавненько все снималось смотрите чего у меня это называется механический стабилизатор я его купил еще знаете как давно лет где-то пять назад когда еще начинал youtube но теперь он мне уже вообще нахрен не нужно осмотрите что у меня есть интер степа вский монопод о да на в ее предыдущий эпизодик на почве мы снимали как раз с него камера была xiaomi redmi ноут 5 так что цените качество сами и просто изи монопод имеет трехмерную стабилизацию у него три мощных классных моторчика очень емкий аккумулятора он работает 12 часов на одном только заряде то есть его можно даже использовать как powerbank подзаряжать свой телефон и снимать чертовски долго с ним можно бегать прыгать делать чего угодно картинку видите сами также в приложении для смартфона а значит можно отслеживать лица крепление для ножки он устанавливается на штативчик и самое главное его цена он стоит меньше десяти тысяч рублей при покупке его по моей ссылочке в описании с промокодом ты получишь и еще в довесоке мощный powerbank ой зря на ряда кидаю с превеликим трудом я все-таки это сделал я добыл посылку с почты я больше никогда не буду заказывать на организацию вот такой пакетик вот мне пришел давайте его вскрывать пакет вообще странный такой внутри металлический он как будто подарочный ну ладно хер с этим пакетом великовата коробочка на мой взгляд для айфона который я заказал или такой же не знаю ладно давайте давайте без лишней болтовни я сейчас даже немножко волнуюсь просто я потратил деньги я не знаю что мне пришло я уже вижу часть коробки и на этом месте должна быть надпись iphone но ее нет смотрите а секунду-секунду нихера нихера здесь наверное телеграмме не знаю что какой-то какой-то контакт продавца заклею сейчас и снова вам покажу tell you friends about the most ну типа расскажи друзьям что это твоя лучшая покупка в даркнете или то я лучший продавец ну как-то как-то так короче хохохохо я прям уже в буду здесь даже до чего охренеть реально пришла коробка ну ладно воу 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 так тут ничего эта херня наверное она для смягчения просто была вау тут еще что-то написано так так пакетик вижу пакетик пакетики лежит телефон лоди полиц департеймент, смотрите какая, он не вывалится, смотрите какая херня тут, это причем не почтовая наклеечка, а это, я не знаю, это что-то, ну здесь полиция написано, это что-то полицейское, вот смотрите, сзади здесь какая-то пломба на пакете, сейчас мы это все оторвем, в коробочке еще лежит бумажка, кстати на бумажке написан пароль, не знаю от чего, от телефона что ли, он что заблокированный, ни зарядника, вообще ни наушников, абсолютно ни хрена нету, так бумажечка, не знаю может пригодится, бумажка кстати из какого-то ежедневника, сейчас кто-то вообще ежедневниками пользуется, Evidence, что значит Evidence, я сейчас короче все загуглю, с помощью Google переводчика, доказательства которые открываются авторизованными АГ, только не используйте это с доказательством, которое мокрое или дамп, это реально полицейская какая-то херовина или что, знаешь, как будто улика это какая-то была, и она так запакована, и даже написано, в какой департамент, Лоди, Лоди это где вообще? Сири, где находится Лоди? К сожалению, Евгений, имя Логом отсутствует в ваших контактах. Блять, тупая коммуна в Италии, он из Италии получается что ли? Лодай, Калифорния еще есть, Лоди, есть Лоди и Лодай, ладно, давайте откроем, зип-лок запечатанный, кстати да, надо понюхать, коробкой ничем не пахнет, а если пакета чем-то пахнет, то я не могу понять чем. О, охрененно, он включился, вы знаете, внешне какой-то он заляпанный, так, палец это, наверное, мой, ну знаете, он бэушный, это точно, какие-то мелкие коцки видно, но состояние у него, я вам могу сказать, очень довольно даже неплохое, не нулевый, прям вообще не нулячий, но что-то есть, ну конечно, введите пароль. Любезно продавец положил мне пароль, давайте сейчас его введем, раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, хо-хо-хо-хо, так, он сразу нам пишет, что сим-карта отсутствует, ну-ка там еще видно, нет? Давай я вот так буду как-нибудь держать. Господи, здесь уже установлены какие-то приложеньки, здесь установлена куча игрушек. Эээм... Кристиан Бинавенте, Биновенте, хозяин этого телефончика. В общем, он на iCloud. iPhone 7 Plus на 32 гига. Занято у него 10 из 32. Охренеть, мне прислали чужой телефон. За почти 200 баксов я получил просто тупо чужой телефон, который, судя по всему, побывал в полиции. Бенавент Кристиан Биш. Здесь написано и iCloud тоже на Бен... Блин, как его... Оповещения пришли от всяких приложух. Кристиан Бенавента и здесь тоже Кристиан Бенавента. Если я правильно, конечно, читаю. Если это какая-то полицейская херня, то получается здесь написано статьи, номера дел. Victim is full name. Имя жертвы, получается. Полное имя жертвы. John A. Patrick. Охренеть. Мне прислали почти за 200 баксов чужой телефон с чужим iCloud. Ну-ка, там видно что-нибудь. Я, то есть, получается, сейчас не смогу выйти. О, здесь за хера всяких приложухов установлено. Стрека. Productivity. Ну, это стандартное. Extra Games. Ни хера тут игр у него. Я даже не видел таких игрушек. Так, но... Я, как бы, не могу этот телефон использовать для игр. О, смотрите, смотрите. Вот это я сейчас открыл. Настройки тоже я открыл. У него до этого было еще открыто Car Dealer. Карта была открыта. С Burger King, кстати. Ну-ка, вам видно, там нет? Карта с Burger King открыта. Rambi Avi. Кстати, да, давайте посмотрим, что там в лотке. Там реально нет сим-карты или это? Или она просто у нас не работает? Хм. Нашел, кстати, чем открывать, да? Нет, сим-карты не было. Facebook. Вот, вот его профиль. Вот этого паренька. Benavent Christian. Бля, кому показать? Видно? Нет, Benavent. Вот его лента. Ага, она, типа, в кэше. И, видать, она просто не прогрузилась. Сюда надо, в любом случае, сейчас как-то подключить интернет. Но если я его подключу, то тогда я могу просто лишиться. Телефон будет заблокирован, но в любом случае он будет заблокирован. Кстати, что с фоточками есть? Ага, фоточек нихера нет. Обои только для рабочего стола. Но, блин, вообще необычно. Facebook открывается и мы видим здесь профиль вот этого же самого парня, чей iCloud. Здесь записан Benavent Christian. И тут же его имя написано на этом пакете. Что за дела? У меня iPhone какого-то пиздюка. Короче, он краденый, судя по всему. И если я его сейчас подключаю к интернету, он нахрен блокируется. Я заказал с Даркнета iPhone. Вот, я его получил. Но я им не могу полноценно пользоваться, потому что, блин, у меня пароль написан. Такой-то стандартный, 6 налий на бумажке. И все, он золоченный клаудом. У него стоят какие-то игры. Даже профиль прошлого владельца есть. Послушай, на него приложения тут какие-то это. Student, Bitmoji, Uber есть. Краб какой-то. Vesco, Durdash. Weiss. Weiss. Майхелл Боффа. Uber-еда. А у нас есть Uber-еда? Интересно. О! Смотри. Lodi. Lodi и... Альбукерке? Альбукерке? Чего? Он из Альбукерки, что ли? Lodi. У него здесь погода, в общем, указывается в виджете. В лоди и в Альбукерке. Ну, охеренно. Что? Ладно. Я, значит, сейчас введу пароль от Wi-Fi. И будь что будет. Итак, подключил к Wi-Fi. Вроде подключилось. Воу, 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 воу. Ты куда, эй? Я не знаю, что с ним происходит. Он пошел какую-то перезагрузку, как только я интернет подключил. А коробочка все-таки любопытная. Смотрите. Барыга-то с Даркнета все-таки заморочился. Что-то же даже какую-то упаковку себе сделал. Ну, хотя, судя по тем фотографиям, которые я видел там, как бы, ну, у них там, у них там объемы просто огромные. Смотрите. Hello, holo. Данный айфон был потерян или стерд. Войдите в Apple ID, который использовался для настройки этого айфона. Ребята, в общем, итог такой. Айфон все-таки пришел. Айфон пришел с Даркнета, да еще и в фирменной коробочке, но со всякой херней. Но, блин, он пришел с чужим Apple ID. Сами понимаете, тут два пути. Либо я его просто продаю где-то там на какой-нибудь барахолке за дешево. Либо я там меняю плату и могу им пользоваться. Где я брал? У какого продавца покупал? Этого я вам всего, конечно же, не скажу. Ни в коем случае. Я потому что за продавца вообще не ручаюсь. Понимаете, я просто отправил ему деньги вообще. Те 200 долларов через биткоины вообще просто вот. И то я больше, кстати, потратил. Вообще просто забив на них. Просто взяв и выкинув. Итог такой. Не рекомендую вам что-либо заказывать в Даркнете. Это дешево. Да, намного дешевле, но проще пойти и купить в магазине. В магазине такой айфон будет стоить 42 тысячи рублей. Мне он обошелся, ну, где-то в 12 тысяч рублей. Но он заблокирован на чужой Apple ID. Будьте максимально аккуратны с покупками. Даже в Даркнете никогда не попадайтесь на уловки мошенников. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok